Чемпионат Гомельской области в этом году было решено провести в Мозырь и право. Об этом решении, думаю, ни на миг не пожалел каждый, кто был 20 февраля в спортивном комплексе с Дюшор номер 2. Отличная организация, особая атмосфера, высококлассный состав участников и почетные гости, которые, как и полагается, выступили с приветственным словом на торжественном открытии этого прекрасного турнира. Ваш вид спорта – это спорт сильный, мужественный и интересный характер. Вы знаете, что в Мозырском районе стало очень популярным вот этот вид спорта, потому что многие ребята занимаются сегодня, и люди видят спорта, вот они говорят, что в Мозыре есть вот такая замечательная команда ребят-спортсменов. Во многом это состязание получилось таким представительным благодаря Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, который с определенных пор включил гели в сферу своих спортивных интересов. Добрый день, друзья. Хочу отметить то, что вы знаете, что наш завод занимает лидирующие позиции в экономике в Мозырском районе. Но, кроме того, мы очень большое внимание уделяем развитию спорта, туризма, поддержание здорового образа жителей наших заводчат. Кроме этого, мы много внимания и средств выделяем развитию спорта и структуры для детей. Но в СКК стартный дешевый журналист занимается более тысячи и ста детей. Деньги на содержание этих учреждений уделяются зарабатывающим позициями. То, что на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе не только любят, но и понимают гири, занимаются ими, причем успешно. Можно было понять и вступительного слова Ольги Николаевны Кулыба, председателя первичной просоюзной организации нашего промышленного гиганта мирового значения. Чем хороший этот чемпионат? Мы пока все, что мы действительно не перелились благодаря у нас на наших белорусских землях, на наших бомбищных. Наше предприятие действительно вкладывает много средств для детей спорта. Особенно в последнее время гиревой скорб у нас здесь значительно начало дебаться на нашем предприятии, чему подтверждение команды Мозырского района, которые практически состояли из работников гигантовающего завода. Приятно было видеть на турнире воспитанников мозырского спорта, которые сейчас живут и работают в других городах Беларуси. Но они, наши чемпионы прошлых лет, не забывают про столицу Полесья и отдают должное как лауреатам дня сегодняшнего, так и прогрессу, который добился мозырский гиревой спорт, как в спортивном, так и в организационном плане. Сегодняшние соревнования по гиревому спорту проходят на высоком организационном уровне. спортсмены, присутствующие на соревнованиях, были приятно удивлены организацией, которая была до начала соревнования, также проходит сейчас. Хочется пожелать нашим спортсменам, в первую очередь мазырянам, чтобы они выиграли командное соревнование в данном виде, ну и показали свои наилучшие результаты и добились высоких результатов в предстоящем чемпионате Республики Беларусь. Необходимо отметить, что состязания проходили в спортивном зале с дюшер номер два, которая со своей стороны сделала все, чтобы участникам и гостям турнира было комфортно на этом соревновании. Чемпионат Гомельской области по гировому спорту проходит в таком прекрасном зале, как здесь, впервые, потому что раньше соревнования проходили и так обширно. На сегодняшний день вложили многие спонсоры деньги, для того, чтобы этот спорт был более популярным. Мозырый, он самый сильный на сегодняшний день, это на Мозырском НПЗ. И ребята, которые с других предприятий, а также с университета, их смотрят на них и, конечно, равняются. Отметим, что кроме Мозырского НПЗ спонсорами чемпионата являлись Мега Энтерпрайз и ОАО Истпал. А что до результатов, то первое общекомандное место заняло сборная Житковичского района. Наши земляки на второй позиции. Третья ступень педестала почета осталась за командой Гобсельмаш. В индивидуальном перенстве у Мозырян четыре медали. Единственное золото нам принес Сергей Дорошко, лидер гирьевого спорта столицы Полесья. Он победил в весовой категории свыше 90 килограммов. Серебряной медалью за второе место был удостоен Александр Анисовец, вес до 70 килограммов. А на третьей ступени педестала почета оказались сразу два представителя нашей команды. Валерий Сысенков, весовой категории до 90 килограммов. И Павел Володкович, свыше 90 килограммов. Результаты, показанные нашими ведущими атлетами, позволяют надеяться и на успешное выступление на республиканском чемпионате. А уровень проведения областного тура, вне всяких сомнений, позволяет надеяться на право проведения состязаний высокого, быть может даже, международного класса. Субтитры создавал DimaTorzok